Друзья, прошу простить нас, мы перестраиваемся, вся страна перестраивается, это называется, если брать по большому счету, знаете, как это называется, вот, это называется отказ от, или просто импортозамещение, поехали, в данном случае мы садоводы, говорить будем о садоводстве, а это и есть импортозамещение, хватит жрать отраву, никто не связывает раковые болезни, очереди в больницах с тем, что десятки миллионов тонн жрём круглые сутки, круглый год, и вот результат, давайте теперь так, нам нужно избавиться, друзья мои, от собственных ошибок, от собственных болезней в садоводстве, нам никто не поможет, умоляю, рассылайте этот ролик, хотя я вижу, что никто не рассылает, просмотров стало в три раза меньше, в пять раз меньше, и не только виноват Рутуб, виноваты мы сами, дело в том, что эти ошибки смертельные для садов, у меня повторять неудобно, помните, как женщина, которая себя называет садоводом, на самом деле она ни одного дня в садоводстве нет, даже не училась, и тогда она взяла секатор на наших глазах, повторять неудобно, от самого низу до высоты плеча выше, то есть подняла руку выше головы, и отрезала все ветки, кроме двух-трёх скелетов, все десятки, полсотни веток, западлицо отрезала, отрезала, вот это было, я сейчас призываю вас переходить, то есть её невозможно, это всё есть до сих пор в интернете, счёт пошёл на миллионы обученных таким путём, смотрите, я взял фотографию девочки, это моя гостья Маша, вот, привет Маша, вот, и вот эта фотография сделана следующим образом, полагается у деревьев, у молодых, у взрослых до высоты уничтожить все вот такие вот скелетоведки, я когда они, те, кто нас учат, они никогда в сады не вращивали, у них сценарий, приказано мятать, я мячу, как пел Высоцкий, вот она мячает, значит, отрежешь эту ветку, нету яблок, а вот такой логики отрезал нету, не отрезал есть, а она вся извращенная, поэтому, извини Машенька, я тебя использую, чтобы миллионы таких детей, это следующее поколение, надо обучать, поколение, которое я обучил за 20-30 лет, оно практически всё ушло, у меня остались тысячи-тысячи писем и тысячи-тысячи телефонов, они молчат, их больше нет, кто пришёл на смену, сами знаете, что творят, они уже обучены не мною, идём дальше, вот это вторая девочка в моём саду, так, вот, я сделал эту фотографию, ну, просто удачная фотография, она, я её угощаю, так, смотрим дальше, вот это я написал, первый учитель и первый урок, так начинаются в школьные годы, значит, почему я отличаюсь от городских детей, прежде всего, и какое это дало результат, это пятиминутное воспоминание, украинская сельская школа, рядом военный городок, мы русские, я специально подчеркнул, чтобы меня в каком-то национализме не обвинили, мы русские, мы отец военный, мы ходим в украинскую сельскую школу, обыкновенный деревянный дом, два ряда парт, один ряд, пять или шесть парт, первый класс, я, второй ряд, третий класс, ещё пять, шесть парт, значит, на стенах керосиновые лампы, в углу топится печка, чернильницы зимой в чернилах замерзают, так, что до обеда мы не можем писаниной заниматься, они замерзшие, помните, не проливайте, далее, значит, начинается наша учёба, приходит 22 апреля, и я, первоклассник, вместе с учителем, садим вишню, ничего не помню, а это помню, как это, запомни, говорит мне учитель, Валера, значит, вот я выкопал ямку, это он выкопал, саженец держишь на весу, поэтому всегда вдвоём один держит на весу, держишь, видишь, как корни расправлены, когда на весу, не касается ни стенок, ни дна, а я засыпаю, вот так надо садить саженцы, запомнил на всю жизнь, а если бы не запомнил, а потом, школьный этот самый, почему в школе у нас были теплицы, где теплицы, нет, парники, а вот дети, подходите по одному и суете туда руку, приподнимайте крышку, а эту, стеклянную, и суете туда руку, я сую туда руку, а там как в бане, всё парит, а на улице холодно, потом, когда я придумал укоренение под бутылками, потому что стандартное укоренение дорого для нас, в этих специальных приспособлениях, специальным оборудованием, потом, когда я придумал, значит, удлинение срока вегетации прививок, накрывая бутылками, вот откуда всё пошло, а ведь ничего сложного нету, ну а если человек ни разу в жизни не видел теплицу, он единственное, можно сравнить с автомобилем, вот мы видим, всегда теплее, даже в пасмурный день, в автомобиле теплее, чем на улице, даже в пасмурный день, какие-то лучи всё равно проходят, пробивают через тучи солнечные, вот, а потом сбор колосков, сбор этих, первые четыре года, нас не жалели, вот я ведро и собираю эти самые, в колхозном саду эти помидоры, там я убедился, что за помидорами ухода нет, урожай в сумасшедшее, вот, а мы ухаживаем, у нас таких урожаев нету, а потом, значит, сбор слив венгерок, познакомился со сливой венгеркой, вот, и до сих пор я уважаю, вот, вы уже догадались, почему? Ну, на столе сувенир Востока, это не совсем венгерка, ну, вы поняли уже, теперь идём дальше, дети, если в школах нету, а это должно быть, а это должно быть в школах, должны вернуться при усадебной школьной участке, видя той парника, можно теплицы, обязательно сад, обязательно те же, пусть это не основная профессия, но нельзя биологию проходить так, как её проходит, десятки, сотни и тысячи непереводимых в школьном учебнике, непереводимых, это подростни, сусветная термина, знаете, я даже не говорю, зачем, это непонятно зачем, я говорю, за что, чем дети виноваты, теперь идём дальше, значит, помаленечку, это я высказался, я иначе не могу, вот, обрезка, всё та же, прошли месяцы, я вам показывал, в начале лета, стоило мне от венгерки отрезать только одну веточку, и она мертва, не только то, что отрезал, она вся мертва, это 100 или 501, у меня фотографий таких, огромное количество, толку нет, потому что, вспоминаем, помните, я на том говорил, или я в отдельном фильме говорил, психанул этот, специалист, ах вы это самое, железом поверили, швырнул секатор и сказал, ноги моей тут не будет, собрался резать женщине, то, что Сергей посадил, а потом, что Сергей был виноват, что это абрикосы вырели, идём дальше, вот это вот, катерзный труд исключён, понятно, ничего не перекапывается, мало того, не только оставляя, вот это всё сгнившее, полусгнившее, вот, я сюда ещё и добавляю, то есть, когда проходит сбор этих самых семена, семена выковыриваются, всё возвращается по дереву, садоводства по железу, все главные, 40 или 50 агроприёмов, делать наоборот, сказано выгрести, не только не выгрести, а наоборот, вернуть всё, что можно, вот по такому принципу, у меня под сотни деревьев, вот такое вот творится, как-нибудь специально повожу, покажу в виде фильма, вот, понятно, вот это вот, какой катерзный труд, сейчас я не подхожу, ой, а какие газоны научили, а искусственные газоны, ой, сколько всего наизобретали, бетонировать приствольные круги, вы понимаете, бетонировать приствольные круги, идём дальше, очень интересная тема, друзья мои, это сварок, это дерево, свеженькая фотография, оно не показывает его истинно, оно огромное, оно трёхэтажное, я как раз катографирую, всё неудачно, пять-шесть ведра уже снято с него, так, вот, а тема интересная, знаете, чем сейчас поймёте, вначале глянули, полюбовались, Сибирь, я считаю, из культурных, самая морозостойкая, так, идём дальше, крупный план, в этом году, его можно вполне кушать, помогла, невероятно, жаркая погода, и она, столько сахара набралась, что я кого только не угощал, едят и нахваливают, и это сварок, у сварока, я ниже покажу, два родителя, северянин и южанин, так, вот, и я, когда сказал, что она, именно вот в этом году, наиболее вкусная, это будет не каждый год, молодые, как правило, вкусные, молодые, а вот в таком возрасте, 30-летнем, это раз в сколько лет, когда дикая жара, я вот что подумал, семечки у меня заказывают, вот, Александр Николаевич, привет, 200 семечек заказал, я положил 250, не жалко, вот так, значит, далее, представим себе, что, есть же страны, где тепли намного, или, российская территория, но, южнее региона, а почему ей там не быть, а там тоже могут быть, сильные морозы, то есть, вот у меня, я спорил, к примеру, с уральцами, и с башкирами спорил, ну, в смысле, русскими, жители территории Башкирии, Урала, ну, это, Башкирия тоже, по-моему, почти Урал, или Урал, значит, а у нас раскачка больше, у меня холоднее, среднее, а у них крайности больше, вот, вот так бывает, и тогда получается, что, если там, на ту сторону, перейти, западнее, Уральский гор, то, вот этот сорт, может оказаться, вполне, вполне приемлемый, по вкусовым качествам, и, естественно, никогда не замерзать, и не пропускать уральц, здорово говорю, а теперь, откуда это навеяло, почему я сказал, привет, Александр Николаевич, вот, сейчас поймете, итак, про него я вспомнил, я иногда, я не поэт, но что-то в голове есть, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог, итак, Писоцкий Александр Николаевич, так, Николай, Вич, вот, из Королана, теперь, значит, у нас с ним получился, я, наверное, сниму отдельный фильм, а может не буду, потому что хочется выглядеть, не то, что умнее другого, но убедительнее, это бывает для оппонента, немножко обидно, вот, а кончилось-то у нас, полностью, просто это ничёй, ноль-ноль, можно сказать, десять-десять, можно сказать, итак, смотрите, что получается, для начала, а спор шёл, именно про грушу сварок, нет, не спор, расширение горизонтов, это очень важно, сейчас вы поймёте, как она нужна, и при полярных, кругах, так, и, я сейчас намекнул, пора бы и на юге, а уж Сибирь, где она создана, сам Бог велел, итак, груша, осенняя, сварок, это ранне-осенний сорт груши, но я бы не сказал, что ранне-осенний, у меня он, ну, может, благодаря подвое, он уже не совсем ранне-осенний, назовём его просто-осенний, искусственно выведенный в научно-исследовательском институте имени Лисовенко, он был получен в результате, внимание, скрещивания уссурийской груши, а это супер-мароностойкая, и, наверное, из самой мароностойкой, какую можно представить себе, и французского сорта Белия Боск, но я догадываюсь, что французский сорт это самосладость, я его не пробовал, но догадываюсь, авторство закреплено за Калининой, такой академик был от Царства Небесной, Пучковым, и я выделил, это моя подруга, искренняя, Бойкова Галина Николаевна, то есть, чтобы не говорили железо против науки, я кланяюсь низко, я преклоняюсь перед Галиной Николаевной, вот, железо, вот, наплетут, а я его очень уважал, и угощал, с этого же дерева, я его угощал, да, я проверял, соответствие сорта, так сказать, теории, практики, слушайте дальше, итак, районирован, западный, алтайский край, догоняйте, восточно-сибирский, это у меня, красавиатский край, и волговятский, там, вот я больше чем уверен, что не так, что это самое, он распространен, я по крайней мере, не слышал, чтобы на Волге, он был распространен, а это он должен быть, автоматически распространен, так, теперь, слушайте дальше, к чему я все это кланю, вот, а кланяю я вот чему, итак, Александр Николаевич Песовский, вы его знаете, под псевдодимом, строисмотритель, вот, часто, у него и фильма много, и выступает, молодец, вот, значит, он, я считал, и сейчас считаю, нет, смотрите, сразу, Александр Николаевич, экстремистом я не был, я никогда не сказал, что где угодно будет, именно, в качестве подвоя, мы говорили о подвоях, с ним, в качестве подвоя, только уссурийская дикая груша, да, суперурожайная, у меня, вот сейчас ее, опять полно, и не замерзает, в общем, невероятный сорт, но и все, но несъедобные, так, вот, значит, у меня лично, он не испортил, пару случаев всего, но, за 30 лет, которые я занимаюсь, 35, вот, значит, сладчайшие груши, а в нескольких поколениях, остались сладчайшими, вот, и биологическая совместимость, практически, с первого поколения, максимум, со второго, это ее плюс, но, когда я не рассказывал, каждый, живя в Ленинграде, в Смоленске, помните, откуда пришла, к нам, в Сибирь, мы плевались, и с Чернобавием, мы плевались, насчет груши, Смоленская, и, этот, отдельно выписал, Бодлер, тоже плевался, вот, Смоленская груша, а, здесь получается, что, именно, лучшие, самые вкусные груши, совершенно не потеряли вкусовое качество, вкусовое качество предельное, у нескольких, ну, у десятка сортов моих, вот, но, где-то в другом месте, это может быть не факт, я этого не говорил, чтобы я не отбивал охоту там, допустим, а вы, а вдруг у вас будет плохо, а вы не выписывайте уссуевскую грушу, я продолжение моей темы такое, где бы вы не жили, вы выписываете сотню семян, садите и ждете результата, пойдет, как у меня, мощно пойдет, вот, трехэтажные деревья мои, значит, она в вашем регионе, почему я так, а у нее очень длинный стержневый корень, у уссуевской груши, я вам сразу показывал, я здесь экономлю место, время, вот, и, там, где далеко, до грунтовых, вот, уже хорошо, но где-то, в этой самой, Питер построен, на болоте, посадили, и будете меня проклинать, так, если вдруг, она кое-нибудь будет вымокать, и в других регионах так же, но пробовать надо, теперь, мой, в данном случае, впервые, Александр Николаевич, это самое, у меня, как сказать, вот, у меня было всего, один такой оппонент, не оппонент, он же друг, Курдюмов, да, мы с ним не сходились, до тех пор, пока мы не разделили садоводство, на южное и северное, на юге сделал, на севере убил, на юге сделаешь, на севере это же убивает, вот, разделили, и тогда мы с Песоцким, я предлагаю тоже разделить, он считает, что у сурийского груша, ограничена должна быть, допустим, по эту сторону Урала, я этого не, с ним не соглашаюсь, на той стороне Урала тоже найдутся места, и до воды далеко, и достаточно сухие места, и сухость нужна, сухость, а возьмем теперь, вот эту грушу, у которой два родителя, вот она, вот эти два родителя, видите, Белебоск, это что, Франция, это Европа, Франция, это рядом Атлантический океан, кто не знает, что Франция расположена, на берегу Атлантического океана, вот, там сырость сильнее, наверное, прав, как минимум прав, наш друг Песоцкий, то есть, надо внедрять ее, чуть-чуть теплее в Европе, чем в Сибири, уже, этот полукультурный, или культурный сорт, но с генами уссурийской груши, должен служить прекрасным подвоем, принимать культурную грушу, хотя бы потому, что в крови есть, французские гены, так, вот, но не берем две крайности, Сибирь, уссурийская, и этот же железо, у которого прекрасно растет, вот он, сварог, должен теперь по ту сторону, продавать, и рекламировать только, только сварога, но, 50 на 50, тот, кто должен заказывать, теперь, например, он хочет стать профессиональным, прививальщиком, заранее, непонятно, что будет, Западная Европа, вы включали сегодня, или вчера, телевизор, вот, фактически, несколько стран, целиком, утонули, по улицам плывут, не, не щепки, по улицам плывут машины, вот, потонуло много людей, такие реки, то есть, это не просто реки, а они, как горные реки, по улицам городов плывут, потери огромные, представляете, что творится в полях, вот, а ведь, это же, ну, должно буквально, вот это взять, и многие, много, много, навредить, том числе, садам, согласны, давайте, и те, и те, там, где было вчера, засушенные места, может быть, теперь дожди, всегда будут идти, вспомните, как утонуло, этот, садовская Аравия, где десятки лет дождя не было, помните, как утонуло, вот, тоже недавно, в общем, берем, отбавляемся от правильности, и так, подвоем должны служить, не, те или эти, а и те, и эти, и мне, благодаря Арсену Николаевичу, удалось, вот, эту тему, развить, вернуться к ней, а то, уже все давно забыто, не забыто, а уже все знают, только, а, железо пропагандирует, уссурийскую грушу, он меня, так сказать, как сказать, не ограничил, Сибирью, но, по крайней мере, дал повод, предложить варианты, спасибо, Николаевич, вот, и самое главное, в таких случаях, как здорово, иметь таких друзей, никаких обид, никаких оскорблений, вот, просто дружеский разговор, он может завтра, мне опять свои доводы, а я опять свои, а это же здорово, ведь, если бы он сказал, да, вы правы, во всей планете, уссурийская груша, вот, вот тогда, это было бы уже, медвежья услуга, 2, 2,